Добрый день, вы на канале Фэмили ИС, с вами Елена Кольная-Данилюк, и сегодня наша передача будет посвящена нам, взрослым, мамам и папам, родителям, тем, кто готовится только стать родителями, возможно, тем, кто еще не достиг определенного возраста. Почему я говорю о возрасте? Потому что говорить мы сегодня будем именно о том периоде, когда мы уже достаточно взрослые стали, и подбиваем первые результаты, смотрим на то, что есть в нашей жизни. Потому что все мы когда-то были маленькие, у нас были свои детские мечты, детские представления, юношеские, подростковые, о том, какой мы хотим видеть свою жизнь, что в ней должно происходить к тому или иному моменту, какие у нас должны быть события в жизни, кем мы должны стать, каким должен быть мир вокруг нас. И наступает определенный период, когда мы смотрим на свою жизнь и понимаем, такова ли она, как я ее хотел видеть, нравится ли мне то, что я вижу, нравится ли мне моя жизнь. И называется все это так называемым кризисом среднего возраста. Почему говорится кризисом? Почему обычно у нас носит это понятие кризис среднего возраста негативный характер? Потому что в этом состоянии, когда мы смотрим на свою жизнь и так вот очень внимательно оцениваем, исходя из своих еще таких максималистических, да, юношеских желаний, нам очень часто кажется, что она нехороша. Связано это не с тем, что действительно наша жизнь нехороша, во многих случаях, большинство, а связано с тем, что привычные нам радости, то, что раньше она сделала счастливым, то, что приносила удовольствие, да, больше не работает. И на самом деле слово кризис очень важно рассматривать не как что-то плохое, а как естественный процесс развития личности, не как тупик, а как возможность и необходимость поворота. Кризис – это не когда нам плохо, это когда жизнь нам говорит, что то, что было раньше, уже не работает, ты вырос, все теперь по-другому, нужно ставить новые цели, новые задачи, нужно по-другому смотреть на свою жизнь, возможно, что-то менять, возможно, то, на что раньше ты мог закрывать глаза, в силу действительно возраста, в силу каких-то физиологических особенностей, теперь надо по-другому к этому относиться. И это на самом деле прекрасный период, потому что переживая кризис, да, человек выходит на новый уровень себя, он меняет свою жизнь, он меняется сам, и, в общем, происходит то, что происходит во всем мире, жизнь течет, жизнь меняется, и меняемся мы. Но когда мы не знаем об этом, и когда мы живем с ощущением, вот то, что сейчас особенно популярно, жить здесь и сейчас, да, и поэтому каждый день, как бы там что ни происходило, я должен быть счастлив, я должен быть, улыбаться, да, я должен чувствовать наполненность жизни, должен чувствовать, что вот в каждом дне и моменте есть этот смысл, то мы не даем себе возможности на вот это время, которое необходимо, которое как раз-то и дает нам кризис для того, чтобы сформировать этот смысл, для того, чтобы сформировать новые ценности, для того, чтобы поговорить с собой, наладить этот диалог, узнать, что я хочу, чего я добился, с уважением отнестись к своим результатам, к своему ресурсу и выстроить, исходя из этого, какие-то новые ощущения, новые взаимоотношения с миром. Но часто бывает так, что человек смотрит на свою жизнь и не ощущает радости. А мы очень много говорим о том, что фактически человек способен справиться со всем, кроме вот этого ощущения счастья. Оно нам жизненно необходимо, потому что через чувства мы ощущаем жизнь, да. Мне нравится моя жизнь, я счастлив, мне нравится моя семья, моя жена, мне нравится совместный ужин или мой муж, мне нравится общаться с детьми, мне нравится моя работа. И если вдруг то, что я делал раньше, перестает мне нравиться, просто потому что мы все как-то какое-то время должны отдыхать и друг от друга, от какой-то деятельности, просто потому что периодически нам надо переключаться на что-то другое, просто потому что пришло время что-то менять и в взаимоотношениях, возможно, и в сфере деятельности, да, или что-то добавлять. Но когда мы не даем себе возможность на это так посмотреть, а просто вот это ощущение «я больше не получаю счастья», оно становится мучительным, мы на нем застреваем. И тогда человек начинает очень вокруг, очень яростно искать, как же я могу получить вот это недостающее счастье. И фактически чаще всего, особенно если мы себе не даем права и считаем, что остановка в нашей жизни, да, там, внутренняя, да, или внешняя невозможна, потому что мы себя чувствуем как будто узниками в своем собственном созданном нами руками мире, человек начинает менять то, что ближе всего. А ближе всего это обычно что? Это другой человек, да, легче всего получить новые эмоции, новые ощущения через новые отношения, когда это свежо, когда тебя видят другими глазами, когда можно как будто с чистого листа вот то, что хочется, начать все сначала. И легче всего это изменить кардинально, да, там, переехать в какую-то другую страну, все бросить, да, поменять там сферу деятельности, возможно, вообще кардинально, даже если она когда-то, мы вложили в нее очень много сил. И часто бывает так, что проходит какой-то период, и у нас проходит это состояние, и возвращается вот это вот ощущение таких более фундаментальных ценностей, да, но эмоции, те, которые требовали вот этого насыщения, не дали нам возможность на них посмотреть. И оказывается, что, возможно, я какое-то дело не доделал, бросил на полпути, возможно, я отношения разрушил, да, и с детьми, и с близким человеком, и очень много может быть таких моментов. И именно поэтому, вот это так и называется, кризис среднего возраста, и именно поэтому такое часто негативное отношение, потому что бывает так, что мы не способны серьезно посмотреть и отнестись к этому, с уважением к себе, подождать немножко, не даем себе права на эту передышку, тем более с развитием, да, вот соцсетей, с развитием мира Инстаграм, когда постоянно вокруг яркие картинки, которые и слоганы, да, которые тебя подстегивают, живи ярко, красочно здесь и сейчас, вот этой возможности нет. И поэтому такой негативный характер. Хотя на самом деле очень важно понимать, что вот эти ощущения, которые возникают, ну, примерно, наверное, назовем, если цифры 35-40 лет, да, первые ощущения и понимания страха смерти может возникать, да, потому что я уже чувствую, я взрослый, как будто у меня уже есть что-то, что позади, какие-то результаты. Первые ощущения какой-то, может быть, неудовлетворенности, да, понимания, что если я хочу что-то менять, то это надо уже делать, да, какие-то состояния, когда мне что-то не нравится, когда я чувствую какую-то усталость, когда приходит понимание, что, оказывается, мои физиологические особенности, возможности тоже не безграничны, как мне казалось раньше, и мы ощущаем первые результаты вот той жизни, в которой мы жили. Был в ней спорт или не был, были какие-то интоксикации или не были, и если раньше это всё проходило безнаказанно, то к этому возрасту уже появляются какие-то первые звоночки. Страх старости, если говорить о женщинах, когда появляются первые морщинки, да, когда появляется этот страх, что как будто моя красота, вместе с ней моя жизнь проходит, и когда у мужчин возникает ощущение, что чего я добился в этой жизни, возможно, я мечтал, что я там к 35-40 годам, да, буду уже, ну, как минимум президентом крупной компании, если не мира, да, а я, допустим, вот какой-то этот период потратил на то, чтобы стать там ведущим всего лишь специалистом, да, или вообще занимался творческой какой-то профессией, и вот это сопоставление ожиданий того, что я вижу каких-то ощущений накопившейся первой усталости вызывает вот это чувство неудовлетворения, вызывает чувство апатии, вызывает чувство раздражения, кажется, что всё вокруг раздражает, всё, что сейчас привычно, как будто, ну, всё не так, как будто всё, что вот я построил, хочется его всё взять очень часто и убрать, и начать всё заново. Говорит ли это о том, что нужно начинать всё заново? Нет, конечно. Конечно. И самое первое и самое важное, что нужно с этим сделать, это дать себе время и не сметать всё под одну гребёнку, дать себе время и сказать, это нормально, это нормально, что там после праздника, даже если у меня была очень хорошая жизнь, она вдруг может мне начать не нравится какой-то период, какое-то неудовлетворение с собой, окружающими происходить, какая-то переработка эмоций, и надо поговорить с собой, надо условно, знаете, как посадить себя напротив себя и посмотреть на свою жизнь, отнестись к уважениям, своему ресурсу, своему состоянию, посмотреть, что и как с этим можно делать, посмотреть, исходя из своих настоящих целей, каких-то долгосрочных. В этот момент абсолютно уместными будут такие инструменты, как представить, что действительно для меня будет важно в последний день жизни, да, в этот момент будет абсолютно уместно, если мы поможем себе ресурсно, да, если мы немножко ослабим, может быть, тот ритм жизни и те требования, которые у нас были к себе к этому времени, если мы начнём что-то по-настоящему менять, позволим себе хотеть большего, потому что на самом деле этот кризис очень ярко может нам показать одну очень важную вещь. Я стал взрослой, я в том уникальном возрасте, когда я ещё хочу, и хочу очень многого на самом деле, и яркий показатель того, что я хочу, вот это неудовольство, неудовлетворение, ощущение, да, вот такой апатичности, отсутствие эмоций и счастья, которое есть. Я хочу счастья, я хочу чувствовать себя живым, и я могу что-то сделать. Я ещё молод, я полон сил, да, я могу что-то сделать со своей жизнью, со своей здоровьем, со своими отношениями, и я могу не сдаться, и не начать всё с нуля, да, не развернуться, не просто сбежать из своей жизни, а как-то изменить её и сделать её лучше. И хорошо, если в этот момент мы вспомним, что на самом деле вот эта детская мысль, что в жизни возможно в мире всё, и впереди что-то яркое и большое, она никуда не делась. И если мы хотим, мы можем выучить ещё один язык, сколько бы нам не было лет, научиться играть на музыкальном инструменте, пойти на балет, пойти на новое образование, да. Слава Богу, реальности современного мира дают нам возможность сейчас очень много, часто и интересно пробовать себя в разных сферах деятельности, в разных профессиях, в разных каких-то ипостасиях, дают возможность творчески раскрываться человеку. Да, это только важно, чтобы человек дал себе это разрешение. И вот почувствовать это, что я могу что-то сделать, посмотреть, что я могу сделать с этими отношениями, изменить сценарий привычного хода жизни. И перед тем, как что-то рушить кардинально, хорошо попробовать с тем, что есть, сделать что-то по-новому. Да, пригласить любимого человека на свидание, вдруг на выходных, да, купить куда-то там билеты, на поезд, на самолёт, неважно, на автобус и уехать куда-то, в пригород, в другой город, в другую страну. Ну, на самом деле, место и расстояние не имеют никакого значения. Это имеет значение только, когда мы хотим похвастаться перед кем-то, что мы были там за тысячу километров, да, на самом деле, а не за 30 километров. Но для наших чувств, для ощущения новизны, чего-то нового, это не имеет никакого абсолютно значения. И если человек, и даже путешествия на очень долгие расстояния, если мы их можем себе позволить и делаем часто, они абсолютно никак не спасают в этой ситуации, потому что чувства имеют такую природу, да, мы сначала хотим, потом насыщение, потом пресыщение, потом нам всё равно или отращение. И эту природу чувств нужно понимать. Поэтому важно в этот момент разноображивать свою жизнь, важно поддержать себя, поддержать себя духовно и физически. Я не устану говорить о том, что должна быть физическая нагрузка, могут появиться какие-то танцы, могут появиться новые увлечения, должно быть духовное наполнение, душевное наполнение, интеллектуальное человека в это время, да, позволить себе абсолютно то, что не позволяли раньше, или считали глупостью, или не было времени, новое какое-то образование, новую книгу, сходить на лекции, купить себе билеты на какую-то выставку. Вот что-то то, после чего мы вынесем какое-то новое мироощущение. Потому что как будто очень часто в этом состоянии возникает такая мысль, что я уже вроде как знаю, ничего меня и впечатлить не может, да, и какая-то такая грусть внутренняя, пустота возникает. Но не обязательно, понимаете, идти с ожиданием, что что-то должно меня так изменить. Просто позвольте этому быть. Позвольте себе идти за чем-то новым в образовании, в духовном развитии, в физическом развитии. И вот так вот по чуть-чуть это имеет на самом деле колоссальный результат. Следующий момент, на который очень важно обратить внимание, это если тебе плохо внутри, один из самых лучших инструментов – это помоги кому-то другому. Убери в фокус внимания с себя. Накорми кого-то, приготовь печенье, отвези их в дом престарелых, в детский дом, да, помоги соседке, подвези кого-то на машине, да, там, передай вещи нуждающимся. И вот эти моменты, они колоссально меняют душевное внутреннее состояние человека. Потому что такая зацикленность на себе, когда вот я хочу счастья, я его сейчас вырву, не знаю, там, путем страдания всех родных, близких, там, любыми путями, я сейчас добьюсь того, чтобы заново чувствовать этот драйв. Оно приносит только разочарование и боль и вам, и всем вокруг. И хорошо, если мы найдем в себе силы вот так по чуть-чуть повернуться и что-то сделать хорошее. Не так, что просто, понимаете, тут важно не так просто взять из карточки банковской, перечислить что-то, а взаимодействие. Увидеть в глаза этих людей, да, увидеть, как-то помочь что-то сделать. Ну, своим присутствием, своим временем, своими руками. Потому что ценность настоящая чего-то возникает только, когда мы на это тратим какое-то время и ресурс. И вот это тоже в том числе даёт возможность справиться со своим состоянием. Вот утихомирить эти бушующие эмоции для того, чтобы сделать то самое важное, о чём я говорила вначале, поговорить с собой, посмотреть на себя в адекватном состоянии, потому что в состоянии «я хочу чего-то», этого, конечно, сделать нельзя. И, наверное, ещё один очень важный момент в этой ситуации взаимоотношения с собой – это понять себя. Понять себя, простить себя, отпустить какое-то такое внутреннее недовольство с собой, тем, что я что-то не успел сделать, да, или тем, что я что-то сделал не так в этой жизни. Потому что вот это ощущение неудовлетворения с собой, когда мне очень трудно посмотреть на себя, оно вызывает желание, чтобы кто-то доказал тебе, что ты на самом деле хороший, ты на самом деле стоящий, да, ты на самом деле чего-то добился. И эту пустоту, конечно, кроме нас самих никто не заполнит. И тогда можно менять партнёров, тогда можно менять ощущения, да, сколько бы их ни менять, но вот это ощущение неудовлетворения и такой внутренней грусти, оно будет оставаться. Поэтому важно вот эти все принципы, которые мы очень много читаем в книгах, да, в духовной литературе, в психологической, философских изданиях, когда важно хорошо относиться к другим людям, да, вот добро, принятие, понимание, сострадание, милосердие. Вот в этом случае, в таких ситуациях, когда у нас внутри кризис, очень хорошо, когда мы все эти правила применяем по отношению к себе, когда мы даём себе понимание, когда мы даём себе поддержку, когда мы даём себе принятие, и когда у нас есть вот эта вера в себя, что на самом деле я хороший человек, и даже если что-то я сделал не так, я хотел бы, чтобы это было по-другому, и это значит, что я могу по-другому. И что я могу сейчас сделать, что я могу, что в моих силах? Может быть, мне много всего не нравится, но что маленькое я могу сделать? Помочь кому-то, попросить прощения, позвонить, да, там, записаться куда-то, перебороть свою лень одним днём и оплатить какой-то курс, куда мне уже придётся ходить. И там будут новые знания, новые люди, новые знакомства, и потечёт новая жизнь. И тогда вы посмотрите в какой-то момент, а кризис прошёл, и осталось ощущение, моя жизнь хороша, она мне нравится. Да, вот это был такой период, выстроены новые цели, новые задачи, появилось какое-то новое понимание старого или нового смысла, да, новый взгляд на это, и можно двигаться дальше. Вот это такие важные, основные моменты. Почему я хотела сегодня об этом поговорить? Потому что ведь в этом состоянии у нас семейный канал, больше всего как раз-то у людей страдает семья, отношения с детьми, отношения с партнёром, и в связи с этим очень важно, чтобы, слушая это, и узнавая себя или своего партнёра, мы понимали, как с этим обходиться. Потому что если мы узнали вот в таком кризисе, допустим, нашего близкого человека, хорошо, если со своей стороны мы в этот момент не будем давить, не будем требовать любви, потому что когда у одного кризис, если до этого мы были тесно связаны, другой ведь тоже ощущает нехватку любви, нехватку внимания, да, а в этот момент надо просто, ну, знаете, так грубо говоря, отстать от человека, дать ему возможность этого пространства разобраться с собой, да, проявить вот эту вот любовь к нему и уважение, что у каждого из нас, даже если мы живём вместе, есть свои периоды, есть право на свои кризисы, на свои смыслы и на свои состояния. И вот это уважение по отношению к жизни другого даёт возможность в том числе партнёрам переживать вот такие кризисы одного из супругов и даёт возможность детям в том числе не страдать, когда у родителя одного из такое состояние. Потому что если остаётся хоть один стабильный взрослый, то с любой ситуацией ребёнок может справиться. И тот взрослый, который не обвиняет первого, а который объясняет ребёнку, который поддерживает, да, для которого есть что-то своё, и вот поэтому тут очень важно, что у каждого из нас, независимо от супружеской жизни, должны быть свои какие-то интересы, хобби, мы должны уметь быть счастливыми не только от внимания близкого человека. Потому что иначе нам будет очень трудно, если у нас или у близкого человека, или нашему партнёру, да, переживать кризисы, которые неизбежны в жизни каждого человека. Я желаю вам внутренней наполненности, желаю принятия, понимания, любви и желаю, чтобы даже если вы где-то слышали слово «кризис», не применяйте его к себе. Говорите себе, что это возможность нового пути, нового поворота. И я уверена, что так в вашей жизни и будет.